Денис Беренчик и Мануэль Наваретто приближаются к соглашению о бое, сообщает Боксин Син. В настоящее время продолжаются переговоры, которые, скорее всего, им позволят продолжить во избежание промоутерских торгов. Ранее была информация, что им во избежание торгов нужно было сообщить WBO от сделки до начала этой недели. Сообщалось, что поединок пройдет в Сан-Диего, США. Всем привет, вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Рой Джонс дал совет Джеронте Дэвису. Конечно, вы бы хотели видеть бои танка Шакуром Стивенсоном и Дэвином Хэйни. Дэвин, вероятно, перерастет к Джеронту, да и Шакур не отстанет. Танк, в отличие от них, маленького роста. Так что, если драться с кем-то из них, лучше поторопиться и сделать это сейчас. Чем дольше танк будет ждать, тем больше преимущества будет у его оппонентов. Они станут крупнее. Может быть, Джеронте Дэвису подраться с Ломой? Почему бы и нет? Они оба все еще в легком весе. Японский монстр на Ое-Эное рассказал о планах до конца года. В этом году планирую подраться трижды, в мае, сентябре и декабре. И уверен, что все они будут во втором легчайшем весе. А переход в более высокую категорию будет зависеть от того, как мое тело будет чувствовать себя в следующем году. Я всегда хочу показать лучшую версию себя. Я бы не стал переходить в полулегкий или во второй полулегкий вес только из-за денег. Многие бойцы гонялись за деньгами, но не показали хороших результатов и ушли. Я боксирую не за денег, а чтобы показать наилучший результат. Тим Зю заявил, что больше не верит в свой поединок против Джермила Чарла и назвал двух потенциальных соперников в случае победы над Турманом. Я не думаю, что мы с ним подеремся. На самом деле, я считаю, что у Чарла был срыв. У него случился нервный срыв. Употребление наркотиков и алкоголя не помогает. Так же, как и выплескивание всех эмоций на своего партнера. Поэтому я сейчас не сильно критикую этого парня. Он переживает адские времена. Если у Чарла закончатся деньги, то, возможно, он вернется, поскольку очевидно, что они для него самые главные. Деньги, а не наследие. Но у нас осталось незаконченное дело так, что он должен разобраться с этим дерьмом. У нас с Кроуфордом были переговоры. Я максимально уважаю Кроуфорда. Он подерется с кем угодно. Поэтому я считаю его отличным вызовом. Но я также вижу, что его можно победить. Правда, много чего происходит. Моим следующим соперником может стать Кроуфорд, Эрол Спенс или кто угодно, с кем будет проще всего устроить бой. Поэтому предстоящий поединок так много для меня значит. Если я выиграю, то передо мной откроются безграничные возможности. Геннадий Головкин выдвинут на должность президента Национального Олимпийского Комитета РК. Геннадий Головкин сегодня выдвинут на президента Национального Олимпийского Комитета РК. Официальное объявление будет скоро. По уставу НОК президент выбирается на заседание Генеральной Ассамблеи. Голосуют президенты всех национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Тайсон Фьюри отреагировал на слова Александра Усика о том, что он считает себя королем королей. «Нет, я не претендую на то, чтобы быть королем королей. Это Иисус Христос. Я заявляю, что я король бокса. Я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая. Кролик со щелью в зубах». Фрэнк Уоррен объяснил, почему Тайсона Фьюри нельзя назвать трусом. Они обвинили в трусости парня, который приехал в Германию и дрался с Кличко за титул чемпиона мира и победил его. Этот парень отправился в Америку, чтобы сразиться с бойцом, который никогда не проигрывал. Дуанте Уайлдер 6 лет правил супертяжелым весом. Уайлдер был самым сильным супертяжеловесом из известных. Тайсон выходил против него не один раз, а дрался с этим бойцом трижды. «Сделайте мне одолжение. Это звучит жалко. Профессиональным бойцам следовало бы знать всё это лучше». Тимоти Брэдли объяснил свою позицию по бою Тайфима Лопес Джемейн Ортис. Причина, по которой я считаю, что Джемейн победил, заключается в том, что Ортис контролировал каждый аспект боя. Именно поэтому всё получилось так, как есть. Во многих раундах мы не видели агрессивных действий, но ты не можешь действовать агрессивно, заставляя парня промахиваться и наказывая за эти промахи. Именно это делал Джемейн на протяжении всего боя. С первого раунда мы увидели стратегию парней на поединок и темп диктовал Ортис. Он был генералом ринга, гением в ночь боя. Итак, если вы не можете забрать раунд за счёт чистых попаданий, то он отдаётся тому, кто контролирует ход боя в этой трёхминутке. Шарабуддин Атаев, непобеждённый российский боксёр, назвал фаворита в бою Бивола с Бетербиевым. Это плохо, что кто-то из них потеряет нолик. Но что делать? Лучшие должны драться с лучшими, чтобы определить абсолютного чемпиона. У нас такой спорт. Если два наших парня встретятся, думаю, ничего такого не произойдёт. Одному из них точно нужно стать абсолютным чемпионом. И для России это хорошо. Думаю, шансы 55 на 45 в пользу Бивола. Его стиль может затащить в этом бою. Но Бетербиев машина. 20 боёв, 20 нокаутов. Не каждый так сможет. Сильный, мощный. Но если только победить нокаутом. Если дойдёт до решения, Бивол заберёт бой. Стали известные поединки, которые пройдут в рамках вечера бокса в Великобритании 31 марта. Он состоится в Лондоне на арене О-2. Главным событием станет бой за титул чемпиона Великобритании между супертяжеловесами Фабиа Уордли и Фрейзером Кларком. Также в рамках вечера хорватский боксер супертяжелого веса Аллен Бабич встретится Стивом Робсоном. Оскар Далахуэ знает, как закончится бой между Роландо Ромеро и Исаком Крузом. Нет сомнений, что победит Круз. Вероятно, Питбуль нокаутирует своего соперника. Я уверен, что Исак будет соответствовать первому полусреднему весу. Он без проблем наберёт 140 фунтов. Нужно учитывать его рост. В день боя нам будет казаться большое несоответствие в габаритах. При этом Питбуль чертовски сильный боец. Но будет ли с ним драться Райан после поединка с Ролли? Посмотрим, заслужите Круз эту возможность. Джосеф Паркера бой с Жаном Желеем. Я готовлюсь к лучшей версии Жана. Да, многие люди говорят, что мой соперник уже стар. Ему 40 лет и уже скоро пойдет на упадок. Они отдают мне предпочтение, потому что я молод и голоден. У меня есть скорость и движение. Что касается прогноза, я устрою большой взрыв. А на этом у меня все друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok